Горят дрова, греет. Перестали гореть дрова, перестало греть. Вот это отопительный прибор, а это теплоемкая печь. Это два разных направления и не надо их путать. Вот этот крейсер он на разборку идет. Он сейчас где-то занимает здесь вот площадь наверно в районе 50 процентов жилой площади. Большое место занимает. Это очень много. Всем привет, с вами Дмитрий Михайлов. Вы на моем канале Коминбай. Я сейчас нахожусь на одном из объектов, где устанавливал печку. Печку польского производства. Смотрите какая ситуация здесь. Это сейчас видео именно для тех людей, кто задумывается установить русскую печь. Почему вообще ее устанавливают? Вы даже можете не задумываться о том, что вот эта печка она служит для постоянного обогрева дома. Она должна постоянно работать. Здесь сейчас дачный домик. То есть это сезонное проживание. Возможно на выходных, может быть когда Новый год, там еще какие-то праздники зимой приезжать сюда. И вот под эту печку заготавливался фундамент. Эта печка устанавливался. Сколько ее по времени? Сколько вы на нее то есть она зародилась? Сейчас 2019 год. У меня в комментариях очень часто пишут следующие такие цитаты, что вот эти вот печки делают безрукие. Видимо печникам дорогу они очень переходят. Они конечно естественно не переходят дорогу, потому что этот рынок развивается, он будет развиваться. Не забываем, что мы живем в 21 веке. Вот эта печка актуально была, она и сейчас актуальна, но у нее задача постоянное прогревание дома. Постоянно вы должны жить. Здесь дача. Вот чтобы ее протопить, вы потратите от 4 до 6 часов и потом только вы получите тепло. Что вы делаете в это время? В это время, в лучшем случае, у вас есть конвектор. Да, есть такой момент, потому что у меня бывают люди иногда приезжают конвекторы. Что такое? Это обогреватель. Разные способы обогрева. Финские дома Скандинавии, она вся греется помимо теплоаккумулирующих печей, а это теплоемкая печь. У нас в Беларуси по крайней мере относится к теплоемкой печи. Фины еще топятся, дополнительно стоят с датчиками конвектора. И это нормальная тема, потому что ее очень долго протопить. И конечно, когда вы ее протопили, когда она набрала дух, когда она прогрелась, когда ядро прогрелось, это класс. Да, но сколько вообще трудозатрат, сколько времени надо. Что мы не можем вернуть? Конечно, мы не можем времени вернуть. Вот вместо того, чтобы делать такую печку, возможно, заказчик бы сделал бы еще что-нибудь полезное. Потому что я сам знаю, что вот эта вот вещь, она занимает очень много времени. Здесь лучше, конечно, обращаться к профессионалам, кто здесь работает, именно печникам, потому что они знают, у них это все найдет быстро. Очень часто у меня начались попадаться объекты, именно где есть фундамент, есть фундамент, а потом проходит какое-то время, люди начинают считать, смотреть, вводят газ, твердотопливное котел поставили и в итоге уходят от этой идеи. Я ничего против русских печей не имею. Классная вещь, супер, но для постоянного проживания. Вот эту чугунную печку я сегодня заехал, во сколько я заехал? Я сегодня приехал в 11 часов, пока разгрузился, в 12 часов я уже приступил к работе. Сейчас в 6 часов вечера эту печку уже завтра можно будет топить. Но у нее другое назначение, ее основное назначение это быстрый прогрев помещения. Печка греет, дрова горят, огонь есть, она отдает тепло. Перестала греть, перестала отдавать тепло. Для дачных вариантов это идеальный, я считаю, вариант, потому что вы приехали, нагрели вас сразу, здесь еще, если еще есть дополнительно конвектора, то это вообще супер. В течение там, ну в каждой комнате ставится там возле окон где-нибудь, конвектор он прогревает быстро и к тому времени он с датчиком стоит, когда нагревает там на 20 градусов, вы поставили, печка нагоняет эту температуру, конвектор выключается и идет прогрев уже непосредственно от этой печи. Я не буду говорить по стальным, по чугунам, я именно рассматриваю вот тепло, тепловой прибор. Вот это отопительный прибор, а это теплоемкая печь. Это два разных направления и не надо их путать, поэтому задумайте, для чего вам печка. Вот если вы решили жить в доме, супер, вариант, классно, ну либо уже там современные есть, там тулики, еще какие-то варианты, но это теплоемкие печи. Если вы не собираетесь жить в доме, если это просто приехать погреться, либо быстро прогреть помещение, то это должны стоять, ну не то, что должны, я вам советую ставить просто тепловой прибор. Не важно, чугун, стальная, вы должны понимать, что вот горят дрова, греет. Перестали гореть дрова, перестало греть. Все. Не думайте о том, что там чугун аккумулирует. Да, есть какая-то аккумуляция, но здесь вопрос реально там полчаса, час. Поэтому при выборе вот этих печей вы должны обращать внимание на то, что чугун нагревается до 300 градусов, 250-300 градусов, это нормально. Поэтому здесь вот вокруг надо все обезопасить. Поэтому, ну, не про печки я буду разговаривать, а про то, что задумайтесь о том, какую печку вам выбрать перед тем, как делать. Потому что один фундамент залить, это очень много времени. Все. Ну, конечно, вот этот крейсер, он на разборку идет. Для информации, он сейчас где-то занимает здесь вот площадь, наверное, в районе 50% жилой площади. Большое место занимает. Это очень много. Поэтому от этого тоже не забывайте, сколько места занимает эта печь. Да, возможно, была здесь идея ее как-то ходы пройти, может быть, лежанку поставить, положить, чтобы получать удовольствие. Ну, к сожалению, она не реализовалась. И пришли к отопительному оборудованию, которое будет быстро нагревать помещение. Это дача. Все. Прежде чем что-то сделать, подумайте и почитайте. Конечно, почитайте денежные средства. С вами был Дмитрий Михайлов, Комменбай. Всем хорошего настроения. До новых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok